В президиуме подчеркнули, обсуждают крайнюю, но явно не последнюю версию законопроекта. Идею озвучили представители регионов на соседании Государственного совета. Президент поддержал нас оговоркой «Действовать аккуратно». По замыслу, каждый турист, приезжая на отдых, должен будет вносить определенную плату за использование курортной инфраструктуры. Собранные деньги должны пойти на развитие территории. Сначала подразумевали только благоустройство, со временем список расширили, добавив развитие пляжей и инженерной инфраструктуры. Если мы сегодня не найдем дополнительные источники финансирования, а это именно поезд дополнительных источников финансирования, в дальнейшем можно не надеяться на то, что нам будут ехать туристы и будет качественное улучшение предоставляемой услуги. Люди поедут туда, где есть вода, где есть электричество, где есть чистое море и еще много нового. Глава Анапы отметил, что в пиковые дни сезона население города фактически увеличивается на 450 тысяч человек почти в 3,5 раза. Все инженерные коммуникации работают на пределе. Это при том, что только энергетики вложили в развитие городских сетей более 2,5 миллиардов рублей за последние три года. Получается, что если просить мало, проблем не решить. Если много, то уже предприниматели бьют тревогу. Мы платим 6% от оборота или 15% от дохода, а вы распределяете как хотите, как хотите его назовите. Но этот налог, если мы сейчас опять вложим 150, 50, 60 на человека, это же опять будет стоимость. Мы опять повысим стоимость наших курортов, которые мы допустим, считаем, что уже дальше повышать нет. В Зорособравшись обратились к частному сектору, где нередко под видом индивидуального дома вырастает гостиница на десятки, а то и сотни мест. По словам главы Анапы, у муниципалитета попросту нет полномочий, чтобы заходить на частную территорию без решения суда. Это не говоря уже о квартирах. Министр туризма края Христофор Константиниди рассказал, что в законе может появиться понятие «мебелированные комнаты». Это расширит фискальные возможности, в том числе и местных властей. При том, что если курортный сбор будет введен, то поступление обещают закрепить исключительно за муниципалитетами, и дополнительный доход не будет означать снижение других субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов. Это услышали и федералы, поэтому как раз проработали механизм, чтобы не учитывать и не снижать объем на эту сумму. Вопрос поддержки всеми, поэтому я надеюсь, что действительно эта позиция устоит. Потому что если будет сокращение, то тогда мы из одного кармана переложили некий в другой, а действительно фонд развития у нас не появился реальный фонд развития. То есть мы говорим только о декларации. По мнению главы Анапы, сбор должен быть все-таки символическим. Некий промежуточный вариант, чтобы отработать механизм по его сбору, далее действовать, исходя из первых результатов. Представители краевых и федеральных властей сказали, что доведут результаты обсуждения до разработчиков закона. В середине февраля должны пройти слушание в Совете Федерации. Сам закон планируется принять в марте текущего года.